Хо-хо-хо! Привет, друзья! Как ваше настроение? Сегодня очередное видео Рождественского декабря. И сегодняшняя наша с вами тема – это традиции. Традиции, которые есть в вашем доме, связанные с Новым годом. Но, возможно, кто-то из вас празднует Рождество. Итак, сегодня я расскажу про традиции нашего дома, которые уже я ввела, так сказать, со своей семьей. Она отличается немножко от традиций дома, в котором я выросла, но это нормально. Когда мы что-то модифицируем, что-то новое свое вносим, привносим. Меняется время, меняется обстоятельства и, конечно же, меняется многое. Но даже если ничего не меняется в вашей жизни, вы достаточно консервативный человек, это тоже нормально. Итак, сегодня мы с вами поговорим в нашей великолепной рубрике «Рождественский декабрь» про традиции, традиции семьи, традиции в вашем доме, как это делаете вы. Оставайтесь, если вам это интересно. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Я хочу сказать, вспоминая свое детство, невероятные, невероятно теплые, приятные воспоминания у меня связаны с Новым Годом. Почему? Прежде всего, моя мама была работником культуры. И была она не просто работником культуры, а заветующая детским сектором в доме культуры. А что это значит? Это значит, что это человек праздника. Это человек, который организовывает абсолютно весь детский досуг, так как этот дом культуры находился при огромнейшем военном заводе. Людей было очень много, которые работали там, я не знаю, сколько тысяч, очень много тысяч работников. И, естественно, для их детей делался праздник, делались утренники. Утренники шли там порой, ну, несколько дней, да, несколько утренников. Я не знаю, было ли несколько утренников в день, но то, что это шло несколько дней, однозначно. Естественно, моя мама, это был тот человек, который организовывал весь этот досуг, придумывал программу. Конечно, все это было в коллаборации с другими сотрудниками, режиссерами, да, и так далее. Дело в том, что мама была тот человек, который закупал подарки. И, в общем, короче, человек праздник, одним словом. Поэтому, что такое Новый год, я знаю не просто, как советский ребенок, а, так сказать, инсайдерский такой, инсайдерский Новый год, как это все делалось. Но я вам хочу сказать, для меня это всегда было большим праздником, потому что подарки я получала всегда, и мои родители всегда старались сделать какой-то сюрприз. И мой папа был Дедом Морозом, о котором я очень долгое время не знала. Но потом я его рассекретила, потому что я говорю, мама, у этого Деда Мороза такие же ботинки, сапоги, как у нашего папы. И меня это был восторг. Конечно, в этот момент родители подумали, что я их рассекретила, но на самом деле я все равно продолжала тупить. Ну и, естественно, я ребенок, я всегда была наивным ребенком, я никогда была таким ушлым ребенком, как мои дети являются нынче, и многие дети сегодня в мире. Но по-прежнему, хочу вам сказать, как я и рассказывала уже в своем первом видео, воспоминания о Новом годе, это всегда теплые воспоминания. И всегда это музыка, ну и, конечно, какая-то подготовка. Потому что, по сути, что такое праздник, друзья? Праздник – это, конечно, сам праздник, но и больше всего это подготовка. Ожидание праздника, ожидание вот этого чуда – это и есть сам праздник, правильно? Поэтому вот сегодня я хочу немножечко об этом. И в чем моя традиция поменялась кардинально от той традиции, в которой я выросла? А поменялось это, потому что у нас там мы наряжали елку 30-го, а то и 31-го числа, прям в день Нового года, ну, чтобы вот праздник по полной, да, то есть гулять так гулять, ощутить праздник так ощутить. И вот это ощущение праздника, оно было невероятным, оно просто переполняло. Это, знаете, как бочка, которая прямо вот с пеной, из которой пена начинает выливаться, ванна такая, ванна с пеной, и вот пена уже, вода переливается. Вот такие были эмоции. Когда мы сегодня уже живем в Канаде? В Израиле, должна сказать, что, конечно, это чувство было практически утеряно, потому что время слушать музыку, о которой мы говорили в предыдущих видео, не было. Ну, значит, ну, как-то и не заведено, снега нету, даже нету мороза, то есть там это просто как осень, да, прохладная осень в Израиле, такая зима. Ну, да, елочка была у нас, маленькая елочка, вот как в моей обеденной зоне, которую я вам показывала в прошлом видео, такая маленькая елочка у нас стояла, ну, и мы садились как бы смотреть первый канал, там, да, какие-то голубой огонек, и не сильно так, вообще не отмечали, вообще практически никак. Приехав сюда, в Канаду, атмосфера начинает с конца декабря быть просто пышить, пышить вот этим всем праздником. Во-первых, уже буквально с 15-20 ноября начинаются парады Санта-Клауса, которые проходят в разных городах, в разные числа, на которые можно прийти и посмотреть, когда Санта-Клаус идет, и, в общем-то, все его помощники, да, идут по улице и, в общем-то, танцуют танцы, то есть парад Нового года, такой парад. Это как бы явство, которое хоть один раз, но вы должны побывать. Мы бывали, я на одном бывала в Монреале, там, конечно, была давка сумасшедших, потому что это было прямо в даунтауне. Во втором, в одном я даже участвовала, когда мы уже были здесь, мы даже участвовали с удушкой от нашей музыкальной школы, мы были в поезде Санта-Клауса, ехали за ним, поэтому были даже участниками. Кстати, эта шапка у меня с тех пор и поедала. Мы хотим всем вам onto the show of you and your family a very Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Поэтому я как инсайдер знаю, что такое парад Санта-Клауса, И это действительно невероятно. Если у вас есть возможность быть волонтером на таком большом празднике, вы невероятно ощутите атмосферу праздника канадского на себе. Итак, не всегда, но часто бывает снег, как сейчас у нас лежит снег, и я надеюсь, он пролежит. Если нет, то значит нет. Очень часто мы здесь на сухую встречаем Новый год, но при этом холодно, морозно, и вокруг все говорит о том, что праздник приближается. И мы уже с вами обсуждали о магазинах, в которых играет музыка, о рекламах, которые абсолютно все новогодние, конечно же, все витрины, вокруг, куда бы вы ни пришли, все украшено хоть маленькой, но елочкой. И поэтому я сказала, коль весь мир готовится, ну они готовятся к Рождеству, но неважно, мы это переносим на Новый год, весь мир готовится уже с десятых чисел ноября. Почему я должна наряжать елку 30 или 31 декабря? Зачем так долго ждать праздника? Ведь праздник может наступить для нас в любой момент, и давайте мы, ребята, будем праздновать его раньше начинать. То есть ждать его по полной программе, вот жить уже в этом ожидании целый месяц, а не только один день или два. Ну, максимум два, правильно? Ну вот, поэтому моя традиция, моего дома, мы всегда наряжаем елку, с тех пор, как мы, во-первых, живем в этом доме, мы наряжаем елку в первые выходные декабря. И в этом году это получилось 2 декабря. Поэтому это что-то, что несет праздник детям, они невероятно ждут этого события, когда уже елка будет вытащена, когда уже можно будет развешивать гирлянды и игрушки, о которых мы с вами тоже уже поговорили. Ребята, это невероятно, поэтому не тяните праздник до последнего дня, начинайте делать это раньше. Организовывайте встречи с друзьями, пусть дети приходят, играют, возможно, вместе можно наряжать елки сначала у вас, потом, значит, у ваших друзей. Это какое-то невероятное ощущение, поэтому мы живем в ощущении праздника намного дольше и, в принципе, создаем этот праздник сами себе, не Санта-Клаус, как вы знаете. Поэтому, друзья, хо-хо-хо, вводите ваши традиции, не ждите до последнего дня, делайте праздник себе сами. А что касается новогоднего стола, как такового новогоднего стола, я с каждым годом понимаю, что нет смысла в нем, потому что мы действительно просто ужином, вот ужин для семьи. Вот так бы мне хотелось его назвать, ужин для семьи, когда мы всей семьей садимся и мы просто поглощаем нашу любимую пищу, но при этом нету тяжелых салатов, там, оливье, шубы. Во-первых, вот это все требует очень много времени приготовления, да, если мы сами это готовим, то есть это нужно за день стоять, все это резать, готовить, варить, вот это все резать, да. То есть в этом тоже есть какой-то смысл, если, например, вы встречаетесь с друзьями, вместе режете эти салаты, потом они настаиваются, и вы с друзьями встречаете. Но мы лично нашей семейной традиции отмечаем Новый год семьей, то есть только семья, конечно, по крайней мере, пока дети маленькие, а там уже как Бог даст, потому что каждый год меня друзья приглашают на Новый год, и они уже даже отчаялись меня звать, потому что они знают, что я всегда отказываюсь. Поэтому Новый год это семейный праздник, по крайней мере, пока детки маленькие, они хотят его отмечать с нами, мы будем это делать. И кушать мы будем просто вкусный ужин, то, что мы любим. Вы, конечно, отчет увидите, это будет в будущих наших видео. Поэтому наша традиция заключается в том, что мы украшаем дом, мы достаем елку в первые выходные декабря, Новый год мы отмечаем всегда дома. Поэтому, друзья, хо-хо-хо, поздравляю вас с наступающим Новым годом, пусть он принесет вам много планов, много положительных эмоций, ну и, естественно, здоровья, и чтобы вы все добились того, к чему вы стремитесь. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok